Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий интересный вопрос. Как отличить влияние на нас поврежденности при рождении от реального влияния бесов на нас? Конечно, хорошо было бы уточнить, о каком повреждении речь идет, или к генетическим заболеваниям, или психологическим, или первородным грехам. Ну, предположим, что раз уж на библейский портал написали, то, наверное, имеется в виду грех первородный. Но мы рассмотрим разные варианты. Короче говоря, как понять, человек бесноватый или просто что-то не так с генетикой? Очень просто. Если ты его подводишь к исповеди, к причастию, он начинает кукарекать, гавкать, материться, и так что к чаше причастия подойти не может, так что и шестеро или семеро человек не может его или ее удержать, так там извивается и брыкается, то тут ясно речь не идет ни о какой психологической проблеме. Речь идет о объясновании. Если поставишь перед человеком 10 стаканов со святой водой, или 9,1 среди них с простой, то он однозначно выберет простой. Между прочим, до революции приблизительно так и отличали беснования от психологических болезней. Так что тут с этим все просто. Что касается первородного греха, так он, если хотите, омывается святыми водами крещения. Все, ты чист, ты свободен. Конечно, остается некоторая предрасположенность к греху, некоторая испорченность нашей природы. Но, пожалуйста, есть таинство, есть личное усердие, употребляя которое, вы сможете достичь святости даже при некоторой испорченности. Ну, а что касается детей, которые рождаются с некоторыми сложностями в развитии или приобретают их со временем, в разных ситуациях была, к сожалению, то, конечно же, здесь нет никакого объяснования. И Господь будет относиться к ним снисходительно. Спрашиваю часто, а вот как они будут судиться на суде, когда у них нет каких-то добродетелей, и вообще непонятно, как себя ведут. Друзья мои, у Господа есть особый промысел и о них, и особо переживать нечего. Потому что с нас, знающих, спрос будет намного больше, чем с них, которые, как метко обозначает украинский язык, божевильнее, свободны от Бога. Буквально на русский так переводится. Но, повторюсь, ситуации бывают разные, и не всякое отклонение является сумасшествием. Но мы здесь обобщаем и говорим о том, что не всякое психическое отклонение, точнее, никакое психическое отклонение не может равняться беснованию. Это совершенно разные вещи. И дети бесноватыми не являются. Я не знаю, что надо такого натворить в жизни, чтобы действительно дать весам ярко и явно проявлять себя через твое тело. Но, пожалуй, это серьёзный повод задуматься о своей жизни, о её пересмыслении и длительного разговора со священником. А так мы, на самом деле, все и так чуть-чуть бесноватые, потому что за каждым грехом стоит тёмная сила. И за червогодием, и за сребролюбием, и за гордостью, и за тщеславием, и за блудом, и уж тем более за печалью и унынием. Везде стоят эти силы, и нас подталкивают к тому, чтобы мы глубже и глубже опускались на дно этих порочных страстей. Так что, видите, вдруг где-то бесноватого, вы не бойтесь, бесы не передаются воздушно-капельным путём. Но смотрите на сердце своё, чтобы в нём не было даже маленького проявления бесовской силы. А как их распознать? А почитайте, друзья мои, замечательную книгу Клавы Стейплаза Льюиса «Письма Баламута». Переписка двух бесов, младшего и старшего, один из которого, старший, наставляет младшего, как правильно сводить с пути истинного его подопечного. Парня-христианина. Такое нравственное богословие наоборот. И тем самым оно хорошо запоминается. В этой книге нет каких-то принципиально протестантских, католических или православных мотивов. Такое общее неповреждённое, если хотите, христианство. Почитайте, может быть, узнаете себя. И всю эту гадость всех этих духов злоба поднебесной сможете с лёгкостью от себя отвергать. Помоги вам Богу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok